Мальчик сегодня Виктор Владимирович Луенов из университета Леверкутера. А будет он рассказывать о простых симметричных матрицах. Математики часто встречаются на матрицах, которые зависят от пары. Например, если заниматься логевречной геометрией, то там будет куча всяких многообразий, которые определяются детерминантно. То есть там будет минор, матриц какой-нибудь, или какой-нибудь порядок, матриц какой-нибудь разный. Ну, где в геме встречаются симметрические матрицы, которые также зависят от параметров. Вот и отсюда как-то вытекает, что матрицы и учащие по местам, особенно когда они зависят от всяких разных переменных. И к этому и будет в основном кучащим так план. А также тут будет интерпретация, которая позволяет нам соединить какие-то маточные особенности, которые у нас возникают, с особенностями простой функцией. Вот. И также еще будет рассказано, что какие-то еще есть функционные многообразия с краем. Как вот. И каким образом врезаются в этом объекте группы Рейля. Ну, вот. Там с двойной берегов. Теограмму стынки становится с двойной берегов. Ну, давайте перейдем. Значит, ситуация следующая. Вот. В левом верхнем угол на этом квадратике нарисован краевоугольной механики теории особенностей. Откуда она определенно происходила. Вот. Это деятельность Армонда Брестовна. Где-то примерно 50. Амонда Брестовна. Вот. И что было очень замечательно, что было очень стимулирующе для развития теории, это то, что была найдена связь так называемых простых особенностей с группами Рейля, А, Д, В, И. Вот. Они в какой-то момент там появятся. Если будут какие-то какие-то контрольные вопросы по группам Рейля, стесняйтесь спрашивать. Значит, я могу отправиться в какие-то определения. Вот. Но, наверное, это тогда будет вот на макете. Вот. Хорошо. Значит, после того, как Армонда Брестовна обнаружил вот замечательную связь с группами А, Д, Е. Вот. Армонда Брестовна, наверное, в 78-м году. Значит, обнаружил отличную связь. То есть рассматривать функции на многократе, а здесь играем. И если рассматривать в этом контексте простые особенности. Вот. То есть те, которые при приведении нормальной формы не соответствующих прерывных вариантов. Вот. Значит, он их связал с дальнейшими группами Рейля ВС и Р4. А вот. Значит, лет – это про правую руку. Значит, лет двадцать тому назад Брест получил цификацию симметричных матриц чему-то. Вот. То есть, что они появляются от двух перемен. Это, как оказалось, очень важно. Вот. Очень удобно. Вот. А потом, лет пятнадцать тому назад, мы с Галютимым посидели поддумывали, почему у Брестовна получилась такая классификация и каким образом она относится. Вот. Группом А и Е и их правилоподобным поддруг. Вот. Значит, сегодня я попробую, значит, цель – замкнуть вот этот, так сказать, нутативный поддруг. Вот. И рассказать, что же тут будет, если рассматривать соответствующую проевую задачу, ну, высификацию проевых особенностей в матрице. Вот. И вот примерно здесь план, что я в основном подразделю здесь, чтобы было понятно, надеюсь, о чём речь. Вот. А потом достаточно быстренько расскажу, что получается всё вперёд. Вот. Значит, вот это вот про то, когда мы рассматриваем, мы рассматриваем, не рассматриваем никаких многообразий с гранью. Вот. Это про семейские матрицы, которые главного независимого параметра. Вот. То есть у нас есть вот эта вот пространство параметров, мерное. Вот. И мы рассматриваем вот пространки отображений. Всё время вот раз в нуле. Вот. Пространство с гранью, с гранью, с гранью, с гранью. С гранью. С гранью. С гранью. Вот. То есть, ну, обычно… вот это обычное назначение для отображений из мерного пространства, пространства, которое там, как минимум с гранью. Вот. Значит, у нас есть семейские матрицы. Вот. И мы их будем, естественно, рассматривать, как и госточество, как и платье. Ну, что семейские матрицы и можно делать? Можно их умножать на какую-то не выжденную матрицу справа, умножать на трансформированные в ней слева, вот так, чтобы матрица результате оказывалась симметричной. Вот. Ну, и ещё у нас есть какие-то переменные, какие-то параметры. И ещё мы можем делать заменными переменами. Вот это вот. То, что обычно называется… вот этим дефирматизмом, то, что называется обычно правила эквивалентности в значениях там, может появиться R, R, B, R и R. Таким образом, с точностью до такой эквивалентности, мы будем рассматривать наши матомцы, зависящие от M переменных. Вот есть. Здесь число Териной. Это обычно что-то делается. Значит, вот у нас есть всё вот это вот пространство таких ростков. Там есть орбита к вот этому… ну, есть класс эквивалентности, орбита действий той группы, которая здесь объяснялась. Вот. И мы немножко расширяем действия этой группы, то есть разрешаем вот этому… разрешаем раллокальные дефирморфизмы, которые сдвигают в ноль. Вот в результате у нас получается расширенное касательное пространство классом эквивалентности. Вот. Мы фруктуристуем по этому пространству все ростки отображения. Вот. Получается что-то такое желательно, конечно, верное, чтобы можно было строить теорию информации и прочее. Вот. И вот это число тюрьмы. Я хочу подчеркнуть, что здесь очень удобно рассматривать специальную линейную группу, нежели просто негативные длинные матрицы, потому что, ну, такая ситуация получается более естественная. А более естественно, что получается, благодаря вот этой вот теорете, вот, что ежели у нас еще число параметров какое-то, то, кстати, странно, это было довольно-таки удивительно, когда делал плюс, делал ситуацию, что он обнаружил, что вот эти вот два числа совпадают, значит, с одной стороны касательное пространство, вот, по размеру с касательного пространства расширена линейка здесь, а с другой стороны, значит, что у нас есть? Здесь у нас есть матрица наша, мы можем взять у нее деперминацию, у нас получится функция, вот, значит, здесь в общем положении, достаточно, вот, и в положении конечной карты как раздельности у нас эта функция будет иметь изолярную особенность нуля, вот, но у нее жились изолярную, наверное, у нас есть, у нее есть число мюнера, ну, хорошо, значит, это, значит, одно из определений, может быть, следующее, значит, вот у нас есть функции от n переменных, вот, есть, да, вот это, ну, разные функции от n переменных, есть у нас, вот это вот, ну, какая бы то ни было функция, вот, какой бы то ни было росток в нуле, мы строим по пролиенту идеалу, то есть идеал, который натянут на производные этой функции, вот, и то, что, что было, значит, одно из, вот, интерпретация несколько размеров цифровых идеалов во всех ростках, там, цифровых движений, вот. Дальше, значит, благодаря тому, что у нас есть такой специальный случай звук переменных, мы этим случаем дальше и ограничимся, вот, и вся классификация, все, что здесь будет, оно будет именно относиться к двух сторонам. Значит, удобно еще ввести понятие уранга, уранга, в матричное семейство, то есть вот у нас есть отличная точка начала координата, мы смотрим, какая же у нас там матрица, и берем за то ранг семейства, именно за ранг этой матрицы, вот, и тем самым наша классификация сходится, например, значит, у нас будет цификация таких матриц фиксированного каранта, она используется в следующую. Если так, значит, ну, прежде всего можно это дело пригнать в ложном виду, что у нас здесь будет егеничная матрица, размер, что там, вот, что мы рассматривали, м, минус, паранг, вот, здесь у нас будет 0, здесь у нас будет 0, а здесь у нас будет матрица размера паранг на паранг, вот, ну, и если я, значит, паранг на паранг, здесь будет какая-то матрица и если я посмотрю, к чему равняется, да, матрица с типом 0, то, ну, ну, пусть, ну, пусть будет матрица. То есть это такая предварительно нормальная форма, которую мы можем в любое семейство пригнать, и, по-моему, мы в основном концентрировались на том, что у нас получается. вот, значит, Билл плюс, когда был Слиссера, он обнаружил, прежде всего, замечательное свойство, что матрица семейство, такое семейство, оно будет просто тогда и только тогда, когда детерминант его, простая функция относительно паранг, инвалидность институции, это вот эта Арнольдовская функция АДЕ. Вот в какой-то момент, возможно, они у нас появятся. Вот, может быть, там какие-то будут формулы, с которых это видно. Ну, я, конечно, помню, все это полностью. Вот, я слышу. А вот. Дальше отсюда, это еще также означает, что у нас коранг такого простого семейства, он как максимум тройка. Вот. Если мы рассмотрим семейство корангая, то это будет все равно, что классификация функций. Ну, вот, действительно, в том случае, уголок, он равен 1 на 1, и там просто это одна. Вот. А дальше, есть еще, конечно, два случая, когда у нас коранг, то ли, то ли, то ли, то ли, то ли. Вот. И когда мы с Арнольдовским пытались осознать, осознавали вот эту вот, классификацию, полученную, полученную, бирюсом, а тогда следующее, что все простые, то есть не содержащие непрерывных вариантов относительно обведенной эквивалентности. Объекты, в этом случае, они классифицируются парами. Значит, группа Вейля и подруга. Значит, группа Вейля будет А-де-Илье. Это как раз то, что, упс, здесь вот появляется качественный терминант. Вот. И там, короче, здесь это подруга, порожденная отражения в этой группе Х. Значит, Х здесь появляется двух ипостасик. Вот с одной стороны, как группа Вейля, а с другой стороны, это, ну поскольку группа Вейля А-де-И, они классифицируют простые особенности, то это еще будет состоять и сорвозначение класса особенностей с точностью до замены переменных проводов. в том, что это будет. А дальше вот основной вопрос был о том, что же у нас вот здесь за подгруппы. Подгруппы, оказывается, они легко кодируются или появляются через то, что обычно называется расширенная или афинная диаграмма Денкина. То есть, когда мы берем обычную диаграмму Денкина, А-де-И или Е, вот и добавляем к ней еще прополнительную вершину, которая соответствует минимальному коду, что называется. Вот, ну, вот давайте, здесь у нас есть два рецепта, значит, там есть какие-то, здесь, так, вершины с маркировкой единицы, например, вершины с маркировкой два. Это, на самом деле, следующее, значит, у нас диаграммы Денкина расширенные, они кодируются, они осознаются через квадратичные формы, и вершины служат векторами, которые порождают пространство, в котором эти квадратичные формы сидят, на которых эти квадратичные формы сидят, вот, и та маркировка вершин, которая получается, соответствует гибру этой, к одномерному и другому этой форме. Ну, давайте перелистим, и, вот, значит, это обычная диаграмма. Если я возьму обычную диаграмму А, то это будет вот эта, просто горизонтальная цепочка, вот, если я добавлю, если я добавлю минимальный корень, то здесь парень появится. Значит, ну, примерно то же самое происходит везде, и дальше, вот, то есть, вот, обычная диаграмма Д, это, я здесь беру эту вершину, вот эту, Д, уже расширена. Ну, где 7, скажем, вот эта вершина добавляется, и 8, вот эта вершина добавляется, ну, держишь, обычная. Вот, значит, если я хочу посмотреть, как у меня получается особенности, зачем у меня соответствуют особенности матриц 2 на 2, то я, вот, из этих расширенных диаграмм должен выкинуть 2 единички. Вот, конечно, можно думать так, что вот я уже, ну, на самой карибасской странице этих слайдер, то там будет видно, что действительно нужно добавлять, ее-то добавить, но не выкидывать, а выкидывать две, которые говорят. Вот, значит, давайте глянем, когда у нас есть вот эта вот диаграмма А. Вот, у нас здесь есть куча возможности, какой укидывать единицы. Единицы, значит, естественно, у нас должно где-то получиться достаточно много особенностей из этой диаграммы. Вот, если у нас есть диаграмма Е6, то у нас только, по крайней мере, не один способ выкидывать две единицы с точки зрения здесь. Вот, то здесь будет только одна соответствующая маточная особенность 2 на 2. Если я возьму D, то я могу выкинуть здесь две вершины, вот, и у меня останется D поменьше, вот, и я могу выкинуть вот эти вот две вершины, вот, с двух разных старых старых старых, и тем самым у меня останется 1. Вот, если у меня есть однофокс, это Е7 и Е8. То есть Е8 это, значит, если я на, если я на языке функций скажу, что это x-куб, 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 x-куб. Ну, то, что мы здесь видим, то, что я помахал руками на диаграммах, вот оно примерно здесь изображено, здесь куча опций для A, вот здесь две опции для D, это такие просто Здесь просто разная формула для разной четкости. Одна опция 2 и 6. Одна 2 и 6. Значит, смысл того, что я объяснял, когда мы выкидываем какие-то вершины, это примерно следующее. Здесь у нас есть решетка, порожденная корнями этой громкой. Или я могу взять эту решетку как порожденную вершину, которая будет не расширена. И хорошо, у меня тогда будет решетка, которая была у группы, которая соответствует особенностям терминанта. Потом я возьму решетку, которая соответствовала выбору по группы. И оказывается, что в том случае, когда мы выкидываем две вершины, это соответствует тому, что у нас, значит, это решетка будет, значит, вот эта решетка будет в этой корангой единице. Вот мы профакторизуем. Вот получается в результате просто Z. И порождена эта группа будет любым из корней, группой, которая не является корней. Вот эти вот вершины, которые сидят в диаграмме, которая была, и в диаграмме, которая была уже корней. А когда мы выкидываем, вот в 13-й случае, там выкидывается вершина с маркировкой 2, и это соответствует именно тому, что у нас два партия решетка будет. Вот. Ну, давайте попробуем разобраться, что же вот эта вот подгруппа, которая общается из вот этой конструкции, из диаграммы Дымкина, большой. А что же он означает? Ну, для этого давайте начнем со следующей вещей. Вот, значит, у нас есть какая-то вот эта маточная семейство, вот эта маточная семейство. Значит, то, что мы считали там число теорийное, это вот так. Вот, это на самом деле означает следующее, что у нас есть миниверсальная деформация, то есть деформация с базами минимальной размерности, которая содержит все возможные деформации нашей матрицы, локальной, конечно, сам. Вот. И, значит, база будет гладкая, вот она. Комплексное пространство, это комплексно-медийное пространство, размерности числок. Вот. Значит, если мы посмотрим, какие там есть главные страты, вот это, то мы будем движут. Во-первых, значит, это те, те матричные особенности, которые появляются неустранимым образом в этом матричном семействе. Вот. Это будет или А1, который имеет вот такую вот нормальную форму, то есть то, что было обещано в этом случае, да. Я уж пишу просто 2 на 2 матрицы, чтобы было удобнее. Вот. И, а так это вот просто стоит мусорская особенность. Вот. Или же есть вторая вещь, что вот у нас есть особенность фуранда 2. Вот. И, ежели, по возьмому ее детерминату, мы опять увидим мозг сквозь. Поэтому вот где-то А1 стоит. Вот это те два зверя, которые встречаются в антрак hobanics с classification и Luftrobina единицами. Вот у нас есть нефfilled гובер? Губер поверхностей, пространстве мы с짝rians republic за своими информации. Вот. И бифонциальная диаграмма могли особенности потому что получается. Ещё нам потребуется дискриминатной функции. То есть вот у нас есть дискриминатная функция, у нас есть база своей диверсальной деформации. И там дискриминатность — это... Дальше. Значит, когда мы берём дискриминат не только самой функции, но и любой информации, то у нас что получается? Если у нас была наша функция, была наша матрица, мы её взяли на терминанты. Дальше мы продеформировали нашу матрицу немножко. Взяли такую точку. И взяли у деформированную матрицу дискриминат. Тем самым это деформированная... Это будет деформация той исходного деканта, которую здесь будет. тем самым у нас есть отображение из этой базы, вот в этой базе. Они, конечно, равны. Ну, я тут предпочитаю писать. Здесь немножко капельчик будет соблюдать. Дальше довольно легко показать, что это отображение в случае простой красотой, если будет маточной красотой, если будет разветвлённым накрытием такой вот стихии. Вот. И если я захочу посмотреть, что же у меня, где же у меня это накрытие начинает литриться, то я увижу следующее, что у нас была особенная скорость ма-1, там всё нормально, никакого внутрения нет. А если я особенная скорость ма-2, то у меня внутрения есть, если здесь и стоит. Вот. Значит, дальше мы хотим рассматривать нандромию. Нандромию удобнее рассматривать чёрную. Это значит, когда у нас есть чёрное количество переменных у нашей функции. Вот. Значит, вот у нас есть наша матрица, которая зависела от у. Вот маленький ход мы, где мы взяли терпина, и нам надо проверить эту квадратскую многосорку, что примерно было правильно, что вот это не получалось двух отражений, а не госсимптических регионов. А вот. Теперь. Дальше у нас есть база деформации. Вот эта вот, где гранта сидит. Вот мы выкидываем деформационную диаграмму, и оттуда мы входим вокруг двух отражений. У нас есть, в результате, в результате возникает монандромия на считающей гемологии слоя минора. Дальше мы хотим понять, что же будет в функциональном границе. Если бы мы работали просто с самой функцией Ада и Лидия, особенности Арнольда, то в этом случае у нас была как раз ровно все там группы Вера, Адрия и Лидия. А здесь у нас получается, что монандромия является крупная подробность, которая у нас будет стояло до значения. Вот. Дальше мы хотим посмотреть, что же является аналогом теоремы Воленга в данной ситуации. Теорема Воленга, на итоге, говорил следующее. Что если мы возьмем базу информации простой особенности функций, дальше возьмем там дискриминат этой функции, то мы можем это приоритировать, это следующим образом. Вот у нас есть пространство, на котором действуют отражения именно нашей группы ИС. Там есть зеркала этой группы ИС. Это самые такие общие нерегулярные армиты. Вот. Мы профактуризуем эту пару по действию группы ИС. ИС. Вот. То, кстати, у нас получится. Ну, ничего. Здесь сделано. Значит, мы с Захалюкиным это дело прогумали в матричном случае. В матричном случае получается следующее, что мы должны сделать следующую штуку. Мы должны взять то же самое, как этот персонал, который он взял. Вот. Но мы должны его профактуризовать по другу. Вот. И при этом там, значит, у нас были два пуска в бежевокурсионной диаграмме. Вот. Первый кусок возникает из-за того, что, ну, среди зеркал вот этой группы ИС у нас есть зеркала, что это ИС под группой ИС. Она была в определенных отражениях. Вот. То, значит, вот там, где у нас получалась особенность паранда единицы, соответствует фактуризации зеркал группы подружек. А то, что не попало в зеркала, то есть и те зеркала ИСа, которые не были, зеркала не Y. Это будет второй кусок. Второй кусок. Вот. Ну, и вот это вот отображение лямды там где-то появлялось, которое было в степени индекса под группой Y. Вот она. Вот это вот отображение лямды. Но, на самом деле, следующее, что у нас есть специализация поменьше под группой. И мы потом справляемся, что это застало больше. Вот. Ну, теперь, как я и обещал, что под большим вопросом, если остается время, то я расскажу все, что мы знаем. Вот. Значит, теперь ситуация следующая. Мы опять-таки рассматриваем... Ну, иначе сейчас уже будут макросы на ногах, и здесь пойдем же. Опять-таки от двух переменных. Вот. Значит, край это следующее, что в этой плоскости выделена прямая. выгод. Вот. И эквивалентность идет совершенно тем же самым образом, который была. В смысле, что теперь у нас будет... Физично раньше у нас была... были ростки эфемархизма вот этой, просто C2 в нуле. Но теперь мы еще хотим, чтобы C пригодился. Вот. Значит. Оказывается следующее, что... Да, ну, та же самая эквивалентность, естественно, и у нас идет и для функции относительно эфемархизма, который сохраняется прямой. Вот. Это тот контекст, который получился в Вардоне, получился в ВВЦ и Ф4. Вот. И оказывается, что... В кривом случае для матрица есть оно от того, чтобы было в некривом случае. То есть мы опять-таки определим число теории совершенно тем же образом, которое было для матрица. И потом возьмем... Ну, уже в кривом... Кривую ситуацию. Что именно в кривой ситуации? Кривую ситуацию... Оно определяется как... Ну, если мы берем производный париль. Раньше мы брали производный париль какой-то. Ну, теперь мы должны на уровне края. Вот. Эээ... 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 особенности краевые для функций, они будут, естественно, выскакивать, как и раньше. В том случае, если карата наше маточное отсутствие соединиться, то есть нормальный формат. Есть A, есть B, есть C, есть F. Дальше, значит, опять-таки у нас есть утверждение, которое будет классифицировать те пары группа и подгруппа, которые соответствуют классификации простых особенностей. Значит, это будет, опять-таки, детерминант, особенность детерминанта матрицы. Ну, естественно, что это уже будет, как нам наградить, с краем. То есть это будет классификация F. А если я захочу посмотреть, как все-таки вот эта вот подгруппа Y будет получаться из группы X, то давайте посмотрим, что получается. Вот здесь что-то минимальное, что-то сказано про минимально хорошую точку. Операция будет примерно следующая. Значит, вот у нас есть, например, стандартная диаграмма группы B. Мы добавляем то, что называется минимальный коралл дикорин. Значит, это стандартная диаграмма группы C. Вот, это дополнительный корень. Так было бы у нас еще четыре. Это дополнительный. Вот. И теперь мы хотим выкидывать корень, который соответствует длинному... Примерно, конечно, серединичке, который вместо длинного корня. Значит, здесь длинные корни, вот они все в середине. Но можно выкинуть любую из них. Вот. Здесь, в случае C есть единственный корень. Вот. Единственная возможность будет. Вот. Если мы это сделаем, мы видим, что у нас останется D. Вот. Если я возьму F4, то вот я должен будет кидать. У меня есть единственный корень. Вот. В результате у меня останется... Ну, что здесь останется? Видно, что это останется C4 партнер. Вот. Вот. Это... Давай-ка давайте. Да. Сейчас я кончаю. Вот. В результате у нас здесь есть спецификация. Вот. И... Вот это левая сторона таблицы. Вот справа это соответствующие особенности, которые у нас были... ДОДОГУ. Вот. Которая получается с заменой Х, который был здесь, только на квадрат. Вот. Это та стандартная замена, которая приходится... Которая Армольд делает для того, чтобы делать теорию пресечений. И так далее. Вот. И я должен сказать, что все аналоги того, что там говорилось о монодромии, например, о перфоркационных диаграммах, о разображении типа Лоинге. Вот. Они все здесь существуют. И там... Это естественно. Вот. Если мы делаем продел, вот оно будет. Вот. Давайте проясним. Проясним здесь. 15. Вот. Это было про то, как... Вот. Это про то, как получается диаграмма путем складываний... Обобщение... С... Обобщение... Обобщение... С... Самых складываний, которые работали для... Э... Рыбы... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...